Теперь зайти не страшно. Шаг за шагом музейно-выставочный центр на Советской приводят в порядок. И все благодаря концепции малых дел. Как только находились небольшие деньги, в здании начинали делать косметический ремонт. В этом году удалось оштукатурить и покрасить стены, сделать пандус. Также переделали весь лестничный марш. Изначально он был в плачевном состоянии. Адас улицы протекала даже в подвальное помещение, которое расположено под высоким крыльцом. Не обошлось и без сложности в процессе работы. Когда демонтировался лестничный марш, приезжал отбойник с трактором. Так под нами находится уже подвал. И могло быть что-нибудь серьезное. Что-нибудь упало бы. Мы аккуратно все сняли, убрали. Поэтому, в принципе, избежали каких-то последствий неприятных. Время музейно-выставочный центр не пощадило. Везде следы протечек и запустения. Если обратиться к истории, то эксплуатацию здания сдали в 1980 году. И за это время деньги на ремонт практически не выделяли. Строилось спешно к очередному юбилею первого Иваново-Вознесенского совета. И уже по месту строительства было напущено много ошибок в его возведении. И все это стало вылезать, все эти ошибки уже в процессе эксплуатации. Ну, например, видимо, неправильно был сделан фундамент. Вот козырек, под которым мы стоим, он не опирался ни на какие опоры. Он просто висел в воздухе. Недостаточно был подкреплен. Никогда здесь не существовала система кондиционирования, вентиляции, которая в проекте была предусмотрена. Первые серьезные работы начались в 2004 году. Укрепили фундамент, благодаря чему перестали развиваться трещины. Сделали металлические пилоны, поддерживающие козырек. Тем самым исчезла опасность обрушения. Работы не были доведены до конца. В частности, лестница имела такой черновой вид. Ее так и не довели до ума. Ну и, кроме того, начались протечки кровли, многочисленные протечки, замыкание электропроводки. Были проблемы с системой отопления. И по техническим причинам здание было закрыто для посетителей в 2007 году. Правда, оно все равно функционировало как музейное здание. Но здесь сохранялись какие-то службы, административные службы в музее имени Бурылина. Возобновились работы только в 2014 году и ведутся до сих пор. Отремонтирована кровля, восстановлена система пожарного трубопровода. Теперь в здании можно принимать посетителей. Отремонтировали туалеты, в скором времени оборудуют гардероб. В планах на будущий год ремонт всего второго этажа и конференц-зала. Привести все здание в порядок планируется летом 2018 года. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.